Событие которого ждали последние 6 лет. Один из самых больших храмов Екатеринбурга, разрушенных в 30-х, наконец восстановили. Завтра Большой Златоуст примет первых прихожан. Грандиозное сооружение почти ничем не отличается от своего предшественника. Строители изначально планировали создать максимально приближенную копию. Легенды Первого Златоуста и великие планы Второго в репортаже Кирилла Бортникова. Этот храм был долгостроен даже по меркам середины 19 века. Большой Златоуст возводили целых 29 лет. Нынешний храм по проекту, созданному архитекторами еще в 1847 году, был простой колокольней. Однако она, благодаря стараниям строителей, стала чуть ли не визитной карточкой города. Колокольня была одной из самых красивых. На церковные праздники ее украшали гирляндами, а уже в 10-е годы делали иллюминации из электрических лампочек. Но здание было ценным не только в духовном плане, но и в практичном. Так как это был самый высокий объект Екатеринбурга, то в 18 веке сюда поднимались не только звонари, но и дозорные. Храм в то время выполнял роль пожарной колончи. Большой Златоуст был лишь частью композиции. Когда-то на перекрестке Малышева 8 марта на месте Рубина стояла церковь Малый Златоуст. Она наполовину сгорела. Когда взялись за восстановление, решили построить целый храмовый комплекс. По задумке в него, кроме Малой церкви, должна была войти колокольня, расположенная через дорогу. И еще один храм. Его собирались воздвигнуть на месте нынешнего здания ДСАФа. Но собранных денег хватило только на колокольню. В народе ее прозвали Большой Златоуст. Позже храм нарекли Максимилиановским. В Екатеринбурге в то время жил герцог Максимилиан Лихтенбергский, зять Николая Первого. Он помогал в становлении уральских заводов. Чтобы это замечательное событие осталось в памяти верноподданных, и было решено осветить новый храм в честь святого покровителя. Отраку Эфесскому посвятили один из трех престолов храма. Центральный носил имя «Сошествие Духа на апостолов». Северный назвали в честь покрова Богородицы. Как и сейчас, иконостас содержал около 80 икон. Но это лишь предположение современных архитекторов. Данных о том, каким было внутреннее убранство Златоуста, в городских архивах не сохранилось. Но в церковных ведомостях есть запись о том, что в начале 20 века, на день Иоанна Златоуста, это в ноябре, здесь выступала знаменитая церковная капелла Огренева-Славянского. История Большого Златоуста продлилась всего около 50 лет. В апреле 1930-го храм взорвали, и по одной из версий из этого кирпича построили дом обороны, который больше нам известен как ДСАФ. Семь лет назад в Екатеринбурге решили возвести копию колокольни по подобию оригинала. Средства на строительство выделили меценаты, наполовину профинансировала работы Уральская горно-металлургическая компания. Высота храма 65 метров. По проекту он вмещает почти тысячу прихожан. Наверху 14 колоколов, самый маленький на 6 килограммов, большой на 16 тонн. Венчает конструкцию 6 куполов. На золочение всех куполов ушло где-то порядка 1 килограмм 400 грамм золота. Не менее по золоту ушло и на иконостас. В пределе Большого Златоуста наиболее известна работа уральских мастеров. Правда, это не оригиналы икон, а их копии. Сейчас в Большом Златоусте основные работы уже сделаны. Остались лишь последние штрихи. Наша задача сейчас все довести до такого состояния, что каждый заходящий видел и понимал, что здесь его ждут. В храме чисто. Подсвечнички, иконочки, лампадочки. Сейчас видите, этого ничего нету. Еще ничего не расстали. Настоятель пока свои владения называет красивой стройкой. Завтра здание станет настоящим храмом. Здесь пройдет малое освещение нового для современного Екатеринбурга духовного центра. Кирилл Бортников, Александр Солдатов. Новости Екатеринбург.